Для того, чтобы говорить о таком явлении, как фрейдомарксизм, для начала необходимо определить то самое общее, что могло бы стать основанием для появления этого составного термина, когда с этим общим пытаются иметь дело, когда, скажем, мы открываем статью в Википедии, на странице фрейдомарксизм или же неомарксизм, что, в общем-то, сегодня практически одно и то же, никто уже не делает различий, и обнаруживается, что это самое общее оказывается пропущено. Как правило, в Википедии или любая другая энциклопедическая философская статья предлагает набор характеристик и имен, скажем, Герберт Маркуза, Теодор Адорна, Макс Харкаймер, Вальтер Беньямин. Потом приводится другой тип характеристики по отношению к тем социальным и общественным проблемам, которыми эти мыслители занимались. И на этот пропуск есть своего рода основания, они не являются теоретическими, но они не являются дотеоретическими. То есть дело не в слабости этих конкретных статей, а в том, что само это основание за последнее время, примерно с 80-х годов, перестало внушать доверие. Основанием для объединения фрейдистского и марксистского в этом комплексе учений является представление о подавлении или же о насилии. Чаще всего в наукообразных или научных статьях оно выражается понятием репрессия. И тому самому понятию репрессии, как я уже сказал, в годах 70-х не слишком доверяют, в том числе и потому, что его исследования теоретически заводят тупик. И в чем этот тупик состоит, я постараюсь сегодня показать. Но, тем не менее, необходимо это учитывать, иначе с самого начала нам не будет понятным, почему, говоря о фрейдомарксизме, мы задействуем и то, и другое сразу. Из того наследия Маркса, которое принято называть богатейшим, и что, разумеется, ни к чему не обязывает, потому что, когда его так называют, им не пользуются вообще. Так вот, из этого самого наследия была почерпнута только одна сторона. Сторона, связанная с тем, что Альтюсер называл ранним марксизмом. Подразумевая под этим Маркса, который был заинтересован в том, что сегодня опять-таки уже не называют, но одно время пытались целостной личностной реализации. Предполагается, точнее Альтюсер предполагает и показывает это, опираясь на тексты молодого Маркса, что Маркс переживает определенный период, несомненно, связанный с влиянием на него определенной гуманитарно-романтической традиции, что нетрудно установить, гораздо труднее было бы показать противоречия, характерные уже и для этой традиции, которая тоже, несмотря на постаральные высказывания, на определенного рода благочестивую риторику, не так проста, как сегодня кажется. Но так или иначе Маркс и наследует. Ранний Маркс – это риторический маркс-комфлетист, в отличие от позднего Маркса. И это тоже важное различие, потому что, как правило, в дуальте-сурианских трактовках марксистского пути было принято считать, что именно ранний Маркс является наиболее надежным Марксом. При том, что и эта трактовка, опять-таки, полемически противостоит той, которую поначалу дает сам Маркс, уверяя, что его раннее писание – это только подготовка, а вот то, что относится к капиталу – это действительно серьезное, основательное и подлинное революционное исследование. И вот этому самому восприятию Маркса несколько помешала энгельсовская и постэнгельсовская традиция, традиция, которая тоже сделала основной упор, скорее, на риторику и на том, что в эпоху Аристотеля называлось «возбуждением в толпе благородных чувств». Так вот, это самое возбуждение чувств сводилось к определенному акценту именно на раннем Марксе и на его работе с отчуждением, как чем-то таким, что мешает человеческому существу, непременно уникальному в немецкой традиции Билденка, как это предполагалось по умолчанию, этому самому уникальному человеческому существу, достичь полноты своего развития. И Аль-Сесера принадлежит частью показать, что на самом деле, несмотря на эту подкладку подлинности, на эту подкладку эмоциональности, некоторой духовной основательности, как раз-таки ставка на целостное, развитое, спасенное от капиталистического отчуждения человеческое существо является скорее именно риторической, в какой-то степени дидактической частью марксского проекта. Основания для этого проекта, включая структурные основания и возможность создать из марксизма своего рода науку, науку, которую Аль-Сесер задумал не как очередную науку в свете и в ряду всех прочих наук, а науку, которая была бы наукой о самом условии возникновения научности как таковой, то есть такой теории, которая была бы теорией теории, теория, которая бы показала, какие основания у теории сегодня претендовать на теоретичность и значимость. Основания, разумеется, в том числе и классовые, без этого в марксизме никак. И поэтому, когда опять-таки в фрейдо-марксистском кружке речь заходит снова о подавлении, о раннем Марксе, хотя произошло это дуаль Сесера, но в любом случае здесь возникают определенные опасности, поскольку ранний Маркс – это действительно все то, что относится к репрессии, к подавлению. Скажем, характерные строки с писем 1944 года, когда Маркс стал создавесным искусством, которому, наверное, позавидовал бы Горгий, указывает на то, что человеческое существо только при отправлении своих бесчеловечных низменных функций, скажем, полового акта, становится подлинно человеком, и, напротив, там, где оно должно найти свое удовлетворение в труде, то есть функции подлинно человеческой, оно является униженным и отчужденным от результатов труда. И вот такими пассажами наполнены все описания раннего Маркса. Это не безинтересно, но самоопорой на них создает специфический прецедент. Так в фрейдо-марксистской или в неомарксистской школе полностью отвергается то, что имеет отношение к репрезентации, к этому очень значимому блоку марксистских воззрений, к блоку, который пережил, в общем-то, все сегодняшние марксовские толкования и восприятия, то есть толкования и восприятия марксистского наследия, и до сих пор остается проблемным теоретичным местом. Фрейдо-марксизм же интересует что-то, как выразился один из его исследователей, по-моему, это Кузнецов, существовавший переводы Адорна, нечто гораздо более непосредственное. То есть, как в язвительной своей статье Кузнецов намекнул, впрочем, этот яд, разумеется, никого задеть не мог, просто прошло определенное время, и фрейдо-марксизм немножко потускнел, Кузнецов заметил, что, в общем-то, фрейдо-марксизм является не разным теоретическим движением, а своего рода воплем. И это что-то очень похожее на то, что, несомненно, имея в виду и Маркуза, и Адорна, и многих других, Лакан в 17-м семинаре, приступая к изучению университета, и странной позиции, которую занимает в нем студент, студент всегда протестующий, всегда глубоко недовольный, всегда уверенный, что он уже постиг репрессивную сущность университета, каким бы либеральным университетом поначалу ему не казался, этот самый студент оказывается в положении наиболее униженном. То есть то положение, которое он полагает положением критичным, положением критического свободомыслия, где он осуществляет борьбу против университета, скажем, в 60-х, является положением, как раз-таки, положением загнанного в угол субъекта, который не субъект даже, а как Лакан характеризует его в конце одной из апрельских лекций, «Затравленный крик, сосунок, вопль». Именно это называет Лакан объектом А, намекая на то, что в данном случае субъект, это даже не просто эффект или, скажем, винтик в механизме, это очень старая еще орловская риторика, которая во время Лакана сама уже в качестве критической казалась некритичной, устаревшей, а субъект, это самый студент, который подвергает институт критике, является на самом деле лебеденальным эффектом этого института. Без него, без определенного рода, если угодно, садо-музахистского комплекса, который всегда с появлением студентов, аудитория в нашем представлении с ним связывается, а, разумеется, без этого садо-музахистского комплекса нету студента и нету его юношеских притязаний. Вот без этого комплекса его положение немыслимо. Так вот, в каком-то смысле, сам того не знаю, автор извительной статьи ставит в точно такое же положение и Маркуза, и Адорна, и всю франкфуртскую школу вместе взятую, намекая на то, что, несмотря на ту мощную критическую силу, с которой она приступила к описанию репрессивной действительности, в какой-то степени она сама является ее остатком. Причем, и это лакановское дополнение может быть уместным, остатком лебединальным. Что-то есть в этой критике, что сегодня для нас непереносимо, неудобно. Сегодня та книга, которую я держу в руках, это «Эра социализации» Герберта Маркуза, никогда не перечитывается, на нее не ссылаются, и есть основания подозревать, что на нее не ссылаются не в силу ее теоретической слабости, а ошибок в толковании Фрейда, откровенных нелепостей, попросту непонимания тех дихотомий, которые Фрейд подожил в непредостаточно, но еще и в силу чего-то такого, что вызывает у нас чувства, которые в ту эпоху, когда развивалась трагедия, я имею в виду древнегреческая, было настоятельно посоветовано нам преодолевать чувство страха и жалости. И я хочу сразу остановиться на некоторых слабостях этой книжки, чтобы не относить их к конец, чтобы у вас не создавалось впечатление, будто бы после хвалебного слова следует все неспробергающее указание на слабость. Напротив, скорее, лучше поскорее со слабостями разобраться, чтобы у вас не оставалось иллюзий относительно этой книги, и попробовать посмотреть на нее сегодня немного иначе. То есть попробовать увидеть ее подлинную роль в происходящем, роли не в качестве инструмента революционных изменений, какой Маркуза, несомненно, ее замысленно, но вот тут он, конечно, ошибся, а в качестве определенного рода эффекта, наподобие тех эффектов, что Лакан, скажем, выводит из своих четырех дискурсов, включая в том числе, и здесь он является образцовым, дискурс университета. Ну, например, самые первые очевидные огрехи сказываются в том толковании, которое Маркуза дает двум основным фрейдерским принципам. Это принципы удовольствия и принципы реальности. Принцип реальности. Он формулирует принцип реальности следующим образом. С упрощением принципа реальности человеческое существо, которое под властью принципа удовольствия представляло собой не более как пучок животных побуждений и инстинктов, превратилось в организованное «я», стремящееся к тому, что полезно, и что может быть получено без ущерба для себя и своего жизненного окружения. Под воздействием принципа реальности, другими словами, в человеческом существе развивается функция разума. Так вот, надо сказать, что нигде Фрейд не толкует принцип реальности как принцип, вводящий на круг истину рациональности. Как раз-таки напротив, и принцип реальности, и принцип удовольствия Фрейда мыслит исключительно рационально, при том, что до сих пор трудно сказать, какой смысл он этому слову придает. В любом случае, для Фрейда принцип реальности – это вовсе не то, как однажды, верно, Лакан заметил, обо что необходимо расшибить лоб, чтобы стать умнее. То есть принцип реальности – это не совокупность условий, пробуя которые на прочность, мы убеждаемся в этой прочности постоянно, и после этого не совершаем нелепых ошибок. И постепенно, как иногда опять-таки понимает учение Фрейда, научаемся принцип реальности обходить, играть с ним различные штуки, получать от него что-то такое, чего он не намеревался нам дать и так далее. Так вот, принцип реальности в учении Фрейда невозможно понять в отделении от принципа удовольствия, но эта самая связь принципов не носит характера, который Маркузе им предпосылает, и на основании которого развертывает свою революционную подробную теорию. Так, когда, скажем, Маркузе говорит о принципе удовольствия, что принцип удовольствия не знает ограничений во времени и не спит никогда, он на самом деле цитирует Фрейда в том месте, где Фрейд говорит о понятии наслаждения, а вовсе не удовольствия. Вот именно потому, что Маркузе с самого начала радикально упускает различия между удовольствием и наслаждением, для него удовольствие – это все, что относится к сфере сексуальности. Все те заторможенные, прерванные, репрессивные, вытесненные, обиженные, несомненно, принципом реальности, а эта обида пронизывает всю книгу влечения, фигурируют у Маркузе под одним и тем же грифом. Для него удовольствие – это сексуальный акт, и отсрочивание сексуального акта, и невинные перверсии, и так далее. И вот тут-то та самая довольно стройная картина, которую нарисовал Лакан, и которая, в общем-то, в последнее время начала каким-то образом в головы современнику укладываться, конечно, в этой книжке рассыпается полностью. Если вы предпримите ее прочтение, вам будет довольно трудно, потому что вы увидите, что Маркузе пользуется понятиями, опять-таки, скорее с полемической целью. Несмотря на то, что все понятия получают у него то, что называется точным определением, то есть с этой стороны к нему не подкопаешься, эта книга – настоящая диссертация. Но, с другой стороны, каждый раз выявляется, что все предлагаемые им комбинации, все теоретические его предприятия делаются в итоге непонятными и смешанными в результате. Мы не можем различить, каким образом он подошел к тому или иному выводу, просто потому что он с самого начала совершил ряд очень существенных передергиваний. Когда принцип реальности противопоставляется принципу удовольствия, так что удовольствие оказывается попрано, как бы обобранным принципом реальности, и в связи с этим возникает то, что Маркуза называет репрессивной цивилизацией, цивилизацией, которая не позволяет нам разряжаться в сексуальных лечениях, так как мы этого хотим, возникает то самое упущенное звено. Оно здесь, разумеется, не возникает, но при перечитывании Фрейда делается явно, что здесь действительно что-то пропущено. Это я заметил Лакан. Вот это самое различие между удовольствием и наслаждением, где удовольствие – это вовсе не сексуальные отношения. Удовольствие – это как раз таки то, что сексуальных отношений напрочь избегает. Просто потому, что удовольствие стремится к принципу гомеостаза. Сексуальное отношение ему ни к чему. Ему, что называется, не до жиру, быть бы живу. Так вот, для Маркуза это различие несущественно, именно поэтому принцип реальности полностью относится у него на сторону социальных институтов, что совершенно неправильно, никогда различие у Фрейда не проходило таким образом. А то самое наслаждение, которое заставляет субъекта за пределы принципа удовольствия регрессировать, то наслаждение, которое и является для Фрейда основанием для введения понятия вовлечения к смерти. Потому что принцип наслаждения нарушает гомеостаз принципа удовольствия. Вот это самое будущее пропущено заставляет Маркуза выдумывать массу дополнительных понятий. Почему регрессировать к наслаждению? Почему это регресс? Нет, я не сказал регрессия. Трансгрессировать. А, трансгрессировать. Наслаждение это то, что заставляет за пределы принципа удовольствия выходить. Притом речь не идет, скажем, о возвышенной трансгрессии в батаевском смысле. Для Лакана наслаждение не представляет собой революции. Если бы Лакан, скажем, написал свою работу немножко незадолго до Маркуза, то Маркуза, несомненно, постарался бы уцепиться за ту часть учения Лакана, что представлялась бы ему революционной. Он, скажем, напротив, наверное, указал бы на то, что все общественные институты стоят на старше принципа удовольствия, потому что они поддерживают гомеостаз, потому что они не позволяют субъекту шага ни вправо, ни влево для его же блага. А вот наслаждение, которое заставляет субъекта с этими институтами порывать, несомненно, содержит в себе что-то транскрессивное и преобразующее. Но Маркуза даже этого не делает. Он, в общем-то, удовольствуется двумя противопоставлениями, с одной стороны, противопоставляется принцип удовольствия, принципу реальности, а с другой стороны, противопоставляется так называемая нормальная сексуальность, извращенной или же полиморфной. И здесь Маркуза более точно придерживается фрейдовской буквы, поскольку ему действительно удается очень внятно, задолго до Лакана, указать на... Ему удается указать на то, что так называемые частичные влечения первичны по отношению к влечению генитальному, а известно, что Фрейд в очерках теории сексуальности учил о том, что всякие влечения, все влечения по сути частичны, что под блаженные иго генитальности они собираются лишь дополнительным усилием. Именно для описания этого дополнительного усилия Лакан позже вводит понятие имени отца. То самое имя, которое спасает влечение от необходимости раздержаться по отдельности, но в то же время вносит новую обязанность. При том, что истоки этой обязанности и само желание отца, которое играет в формировании этой генитальности роль, до сих пор остается непонятым. И Маркуза совершенно верно указывает на то, что у индивида нет никакой необходимости подчинять прихотливую игру сексуальных сил тому, что называется нормальным сексуальным опытом, сексуальной реализации, реализации гетеросексуальной, ведущей к воспроизведению рода. Что индивид напротив с самого начала, даже еще младенчестве, обладает возможностью удовлетворения всех своих сексуальных влечений, как это формулирует Фрейд. Но со временем возникает ряд конфликтов, которые Фрейд связывает с противоположностью сверх-я и оно конфликтов, которые эту самую реализацию воспрещают. И надо сказать, что хотя Маркуза это очень хорошо видит и довольно точно формулирует, тем не менее для него все еще остается в силе тот романтический настрой, который, в общем-то, я отметил в 30-е годы, когда основания подобного мышления были заложены. Это, разумеется, во-первых, поэтизация перверсии. Без этой самой поэтизации перверсии ни институт социальных исследований, ни соперничающий с ним во Франции Акифал, это общество французских интеллектуалов, которые во многом дублировали деятельность французской школы, ни один исследователь в этих сообществах не обходился без того, чтобы не сказать хвалебного слова в сторону перверсии. Казалось, что еще один шаг именно в перверсии, в этих маленьких, как тогда выражались гаденьких, частичных влечениях, будет найден ключ к освобождению от репрессивной генитальности. И с этой иллюзией уже полностью порывает Лакан. То есть, как бы пройдя три гегелианские стадии, в которых поначалу о себе заявляет полное отсутствие признания частичных влечений, это, скажем, дофрейдовское общество аналитиков и психотерапевтов. Потом на уровне Фрейда возникает представление о частичных влечениях, которые связаны в том числе с извращениями, скажем, фетишистским или садистским. Потом в ответ, на самом деле, так и не случившуюся во всей полноте реакцию отрицания Фрейда, происходит поэтизация извращенного. И, наконец, только на Лакане, когда пройден полный-полный круг, возникает своего рода трезвое понимание того, что, несомненно, извращенное влечение никакого освобождения принести не может. Да, оно действует не так, как действует целостная генитальная сексуальность, но другое дело, что, как замечает Лакан, никакой целостной генитальной сексуальности нет, потому что на этом уровне выявляется полное отсутствие сексуальных отношений. Отсутствие, не разумеется, не в физическом смысле, а в том смысле, к которому сексуальные отношения остаются до конца не ратифицированы. Никто не знает во имя чего и с кем субъект занимается сексом. Тогда как на уровне частичных влечений представление об этом более-менее доступно. Для каждого из частичных влечений Лакан предпосылает свой отдельный структурный объект А, который принимает разнообразные формы в зависимости от формы этих влечений. Но так или иначе, всякое возвышение извращенного на уровне Лакана заканчивается, извращенное возвращается в отведенное ему русло, оно больше не воспрещается, от него просто ничего более не ждут. Вот эта перспектива для Маркуза неоднозначна. Ему все еще кажется, что если покопаться, скажем, в вовлечениях неприятным запахом или в капрофилии, можно найти что-то подобное, что-то такое, что можно будет бросить в лицо ханжеской репрессивной цивилизации. И вот это тоже, конечно, существенно тормозит его концепцию, потому что очевидно, что если нечто подвергается возвеличиванию, если нечто делается своего рода центром, неважно формальным или неформальным, судьба концепции заранее предрешена. Она и будет вот с этого пункта крутиться. И здесь надо перейти к другому непониманию, которое Маркуза демонстрирует. Это непонимание фундаментальной работы Фрейда, опять-таки работы для понимания которой нужно было по меньшей мере несколько кругов, кругов, в которых это толкование бросало из крайности в крайность, с тем, чтобы наконец понять, что Фрейд говорил действительно непосредственные простые вещи, для которых нет нужды выстраивать какую-то гигантскую метафизику, скажем, борьбы с Астанатосом. Метафизика, на которой очень долгое время держалась вся постфрейдистская традиция и которая была полностью усвоена Маркуза без всякой критики. Так вот, речь идет о работе недовольства культурой, в которой обычно и конденсируется все то, что из Фрейда могут почерпнуть, скажем, в начальной высшей школе. В этой работе якобы Фрейд развивает впечатляющую картину борьбы между Эресом и Атанатосом, между страдающим индивидом и налагающим на него запретом культурой, в которой культура действует так грубо и жестоко. А действие-то парадоксально. Мы сегодня уже немного утратили остроту, выдвинутую Фрейдом парадокса. Но парадокс заключается, тем не менее, в том, что... И, в общем, Маркуза хорошо его формулирует в том, что несмотря на все увеличивающуюся возможность удовлетворения человеческих потребностей, несмотря на рост производства, рост степени комфорта существования и так далее, несмотря на все эти, казалось бы, благейные вовведения, которые сами по себе являются исполнением желаний, скажем, первых просветителей, несмотря на них, мы не наблюдаем роста освобождения, мы не наблюдаем роста количества свобод, а, напротив, всякий новый этап встречает нас новыми репрессиями, пусть даже более тонкими, чем те, которые были описаны, скажем, Марксом или его филантропическими предшественниками. То есть, несмотря на то, что индивид, казалось бы, получает все больше возможностей для удовлетворения даже тех потребностей, о которых он раньше заявить не смел, тем не менее, перспектива удовлетворения с большой буквы остается, как и прежде, ему недоступна. И это сопровождается многочисленными потрясениями, разочарованиями, различного рода маленькими социальными аномиями, в которых возникает своего рода буру на недовольство, где формируются многочисленные претензии к власти или, скажем, к лицам, отправляющим власть. И Маркузе верно этот продукт сформулирует, но он дает толкование Фрейда, опять-таки, годное разве что для очень конъюнтурных учебников. Толкование звучит следующим образом. У самого Фрейда возникает образ цивилизации, состоящей из таких пар индивидов, которые, будучи либидонозно удовлетворенными, соединялись бы друг с другом узами совместного труда и общего интереса. Но он, то есть Фрейд, добавляет, что такого завидного состояния нет и никогда не бывало, и что культура мобилизует все силы для заторможения либидо по его цели. Для исполнения этого намерения она неизбежно ограничивает сексуальную жизнь, сводя ее до одобренных культур и проявлений. По мнению Фрейда, причина антагонизма культуры по отношению к сексуальности в агрессивных инстинктах глубоко с ней связанных. Они постоянно угрожают цивилизации, уничтожением и вынуждают культуру напрягать все силы против них. Как только на круг выводится это самое представление об агрессивных инстинктах, возникает обычное неглубокое понимание теории Фрейда, в которой культура выступает якобы тонкой скорлупой, с трудом сдерживающей агрессивные, рвущиеся субъекты инстинкты, скорлупой постоянно трескающейся, латающей за трещины и продолжающей каким-то немыслимым совершенно образом, уже вполне освобожденного, даже пережившего некое подобие сексуальной революции, субъекта удерживать в рамках. На деле, именно такой картины не наблюдалось никогда. Мне припоминается, что самую первую нашу встречу мы начали с освещения роли чувства вины бессознательного индивида. И трезвое, опять-таки, очень скептическое, недоверчивое замечание Лакана указывает на то, что чувство вины таково, что оно не знает никакой культуры. Более того, чувство вины докультурно, и если даже культура разрешает индивидам некоторые способы удовлетворения, они пускаются на этот путь крайне неохотно. Более того, культуре приходится ключи подгонять. Если, скажем, требуется сексуальная революция, то в нее приходится вложить чуть ли не больше средств, чем в систему сексуальных запретов. Это, в общем-то, хорошо сегодня известно. То есть, если что-то субъекту и мешает броситься в представутое удовлетворение всех своих влечений, то это вовсе не репрессивная цивилизация, а напротив, репрессивная цивилизация скорее возникает как своего рода подставное лицо, как защита достоинства индивида, заставляющая его думать, будто бы, если бы ему был дан зеленый свет, он, несомненно, бы все свои желания удовлетворил. В том-то и дело, что это не так, что напротив, культура скорее прикрывает неспособность самого индивида в этом отношении, его постоянную импотенцию, что именно для этого и нужна система строжайших запретов, чтобы индивид никогда об этой импотенции не узнал, чтобы он думал, что без них он а-гу-гу. Но в любом случае эти размышления на самом деле еще вполне бытовые. В них Лохан выступает скорее своего рода мантенем. Это чисто житейские наблюдения. Может быть, отчасти психоаналитические, а скорее всего наблюдения за своими друзьями, скажем, в парижских улицах, где они предавались мегачистенному разврату. Так, в довольно стромной статье, посвященной отношениям французской школы и сначала французского окефала, а после колледжа социологии, отечественный исследователь с удовольствием описывает те безумства, те невинные шалости и развлечения, которым эти французские интеллектуалы, включая, разумеется, тот самый свет общества, философские сливки, что отъехали на небезвестном пароходе, предаются всяческим трансгрессиям, не выходя из-за стола. Скажем, можно раздеться и потанцевать голой. Можно извергнуть из себя остатки изысканной пищи. Можно предаться сексуальному акту, так не доведенному до конца. Все это прослаивает многочисленные, действительно интеллектуальные, хотя, впрочем, возможно, не столь интеллектуальные, если да, от них не осталось, беседы, которым интеллектуалы позволяют себе предаваться, когда они уверены, что их никто не слышит. И вот эта самая среда, в общем-то, вероятно, убедила Лакана, что ничего особенного ни от перверсии, ни от приставутой раскованности индивида ждать не стоит, что все это сводится к, в общем-то, салонным отправлениям и не более того. И поэтому тот самый уже не житейский, а сугубо структурный, то есть методологический вывод, который нужно из отсутствия до самой первичной агрессивности сделать, состоит в том, что толкование Фрейда, где культура якобы сдерживает самое дурное темное в человеке, является неудовлетворительным. Не случайно Фрейд, вполне дальновидно и загадя, называет свою работу недовольство культурой, а на самом деле в оригинале это болезнь культуры или ее недомогание. Не в том дело, что индивид недоволен культурой, которая не позволяет ему разряжаться так, как он хочет, а в том дело, что в самой культуре, в самом структурном основании культуры присутствует что-то такое, что заставляет ее обращаться против себя самой. В этом смысле допускать какие-то истинные агрессивные влечения в субъекте, которые культуре противостоят, нет никакого резона. Сама культура успешно справляется сама же с собой. То есть в самой культуре есть что-то, что не позволяет то самое целостное, постаральное удовлетворение, на которое субъект заточен, на которое он нацелен, который выражает себя в различных утопиях, начиная еще с первых утопистов. Так вот, именно в самой структуре культуры что-то повреждено, и потому она не способна это само удовлетворение субъекту принести, она не способна дать разрядку всем частичным влечениям, она лишь способна покрывать тот факт, что сам субъект в этом отношении не на многое способен. И вот тут Маркуза делает вывод, у которого есть две стороны. Одна сторона – это довольно верное следование вот этого самого вывода, довольно верное понимание того, что парадокс заложен не на уровне какого-то немого, слепого и природного инстинкта смерти, побеждаемого культуры и удерживаемого в ее бастионах. А конфликт находится ступенью выше, то есть он, как всегда, уже на мета-уровне, поскольку уровня нет, он потерян. Он на том мета-уровне, он на уровне настройки, где с самой культурой происходит что-то не то, что заставляет ее механизм действовать со сбоями. Так вот, здесь Маркуза совершает поистине марксистские жесты. Он буквально вонзает стрелу марксизма в фрейдовскую концепцию, извлекая на свет то самое уже довольно классическое марксистское предписание революции. Если это общество содержит в себе непримиримые противоречия, говорит Маркуза, если оно таково, что не содержит возможности нашего удовлетворения просто потому, что оно устроено неправильно, стало быть, с этим обществом нужно покончить. То есть Маркуза, по сути, призывает к революции. Это звучит не так свежо, как у Маркса, это звучит даже не так практично. Сексуальная революция Маркуза так и не была реализована. И, возможно, любопытным подытоживающим ее эпизодом стал эпизод в одном из парижских сквотов, точнее, в том, что называется сегодня сквотами, а тогда просто было студенческим общежитием, которое на секундочку выпало из поля внимания властей. Так вот, один из руководителей левомолодежного движения кинул студенческий клич, в котором он призывал всех, кто желает, явиться и переночевать с ним в одном общежитии, где стояло, как он указал, ровно 60 коек. После этого он выпустил небольшой памфлет, где указал, что после его зова не явилось и 60 человек. На самом деле он ожидал, и он раскрыл карты, что явится ровно 60. Почему бы не пришли остальные, спрашивает он, потому что, отвечает, у них не хватило бы сексуального воображения. То есть у них не хватило бы ума сообразить, что можно в одной койке, скажем, спать по двое или по трое, не считаясь ни с полный с возрастом. Так вот, этот самый итог, эта самая зарисовка уже намекает на то, что, в общем-то, картина, рисуемая Маркуза, является утопической. Картина эта утопична не только потому, что не существует, как уже указал Фрейд. И странно, что Маркуза его процитировал, буквально проходит мимо этого вывода, потому что Маркуза верит, что оно все еще возможно. Это самое общество, где будет происходить, с одной стороны, гармоничное удовлетворение сексуальной потребности, а с другой стороны, каким-то образом все еще останутся живы те самые возвышенные идеалы и устремления, которые для любого свободы мысли так характерны. И Маркуза, оставшуюся часть книги, занимается тем, что пытается так или иначе показать, что вот это самое новое общество, в котором явится новый эрс, по-новому освещающий все сферы общественных отношений, это самое новое общество действительно возможно. То есть он скрупулезно занимается теоретическим подсчетом, извлечением разнообразных следствий, ответом на возможные возражения, которые сам же прогнозирует более-менее точно. И ему приходится последовательно, начиная чуть ли не от Достоевского, разделаться со всеми возражениями против свободного эреса, который якобы всегда утверждает, что эрес ужатен тем, что он несет деморализующую обстановку, что он в своем основании внеэтичен. Маркуза отвечает на это обвинение с довольно сильным риторическим задором, в котором доказывает, что эрес не может привнести ничего дурного, просто потому, что изначальным желанием эреса является желание объединения. Если деморализация подразумевает распад, уничтожение социальных связей, то эрес, напротив, ничего дурного в себе не содержа, всегда, как якобы по мысли Фрейда, выполняет свою функцию, сводя индивидов вместе. И если он эти функции ранее не выполнял, если Фрейду, как говорит Маркуза, приходится констатировать, что иногда двое бывают счастливы друг другом, им не нужен для счастья даже ребенок, то это просто потому, что в основе цивилизации лежит принцип подавления, что с самого начала тот эрес, который субъекту присущ, функционирует неправильно. Он вписан в структуру, которая для него не предназначена. Именно поэтому на сцену выходит репрессивная цивилизация, несущая с собой инстинкты смерти. И вот здесь Маркуза, опять-таки, ввергается, ввязывается в игру, где он начинает спекулировать понятиями, что изначально его сильнее. Из-за этого Маркуза приходится, скажем, предполагать, что иногда эрес людей связывает. Иногда эрес у него сводится к нарцетическим отношениям с самим собой, иногда чуть ли не к телесности. С другой стороны, ему приходится признать, что существующие социальные институты тоже выполняют какую-то эротизирующую функцию, поскольку тоже довольно успешно удерживают индивидов вместе. И вот здесь книга начинает распадаться на отдельные логические нити, которые Маркуза, в общем-то, не пытается связывать, поскольку желает только одного – указать на то, что новая нерепрессивная цивилизация, цивилизация, в которой не будет подавления, действительно существует. И для того, чтобы охарактеризовать сущность своего подавления, Маркуза вводит понятие очень сомнительного толка, которое он не может отстоять, но на котором настаивает. Это понятие прибавочного подавления. Оно очень забавно коррелируется, с одной стороны, с марксистским понятием прибавочной стоимости, а с другой стороны, с уже лакановским зрелым понятием прибавочного наслаждения, где, конечно, имеется в виду совершенно другое. И под прибавочным подавлением Маркуза понимает такое подавление, которое не является необходимым, но которое возникает вместе с развитием цивилизации, носящей в своем основании принцип репрессивности. То есть каким-то непостижимым образом, Маркуза, конечно, этого в виду не имеет, но, видимо, и на вопрос он был бы ответить в несостоянии, возникает ситуация, в которой, скажем, первичное натуральное производство не является подавлением. Хотя, напротив, совершенно очевидно, что если вы обязаны с утра до ночи обслуживать свою коровенку, чтобы на связи отдать вам литр молока, это самое настоящее подавление и есть. Но в логике Маркуза получается, что подавление – это только та часть сверхподавления, которая приносится довольно разными социальными институтами. И вот здесь и обнажается принцип функционирования всей франкфуртской школы. Тот самый теоретический принцип, что держит ее на плаву, что делает ее пафос заманчивым. Это пафос обращения против этого подавления, которое раскрывается не как единоличное подавление, не как какое-то случайное господство индивидом, а вскрывается как принцип всей цивилизации в целом. То есть подавление – это не то самое ужасающее внеморальное состояние, которое, скажем, описывает Руссо в притче о переставленной границе владений, когда она стремится ко все большему расширению в пользу того, у кого больше сил. А подавление, напротив, является изначальной функцией, принципом, который, как заявляет Маркузе, неуловимо изменяет сам принцип удовольствия. Поскольку мы не очень понимаем, что он сам понимает по принципам удовольствия, то далеко в это вникать мы не будем. Но так или иначе Маркузе предполагает, что сама социальная система претерпела в своем развитии коренное извращение. Что вместо того, чтобы действительно пройдет на свет этого самого пасторального индивида, который немножко бы любил, немножко бы трудился, так чтобы труд ему приносил известное удовлетворение, немножко бы испытывал чувство вины, как же без этого. Вместо этого почему-то появляется цивилизация, в которой чувство вины получает невиданную доселе раскрутку. И здесь Маркузе опять опирается на очень прочные фрейдовские азы, в которых Фрейд показывает, что принцип вины – это такое чувство, которое не является рациональным, не потому что оно совершенно необъяснимо, а потому что оно ведет себя нерациональным образом. Чувство вины тем сильнее, чем индивид старательно не выполняет социальные предписания. То есть, чем больше индивид себя ограничивает, тем это чувство вины становится в отношении его более злобным. И вот тут тоже возникается в рода задоринка, сучок в рассуждениях Маркуза, потому что Фрейд уж давно объяснил этот самый парадокс, как, в общем-то, не подлежащий никакому серьезному обсуждению. Парадокс разрешается, разумеется, в том, что чем больше индивид уступает тому, что Маркуза называет принципу реальности, тем больше злобу он против этого принципа испытывает, тем, разумеется, сильнее его чувство вины. Потому что можно себе представить, во что бы вылились его обиды, во что вылился бы его рессентимент, если бы однажды принцип реальности дал бы трещину. На самом деле ни во что, но этого он не знает. Так вот, нужен, конечно, был лакановский теоретический рывок, который поднял бы, во-первых, различие между удовольствием и наслаждением на принципиальную высоту и отвел бы именно наслаждению место принципа реальности. Полностью сметя то представление о реальности, которого все еще придерживается Маркуза. Оно, несомненно, почерпнуто из марксистского понимания реальности, где реальность определяется как совокупность существующих социальных институтов и отношений. Так вот, конечно же, уже само по себе сращение Фрейда и Маркса по этой линии недопустимо, потому что для Фрейда принцип реальности заявляет о себе как то, что является причиной существования всех социальных институтов. Принцип реальности – это своего рода, как это характеризует лакан, неудача, зияния, некоторая несостыковка, которую эти институты призваны прикрыть. Они же ее обыгрывают, они же возвышают, но это уже относится к той самой диалектике, которая даже во времена Батая была прекрасно известна. То, что наиболее ужасно, является наиболее привлекательным. Так тогда популярным образом мы выражали в фасовских кафе. И когда Маркуза все еще пытается сделать из этого парадокс, именно производя различия между принципом реальности и принципом удовольствия, он, конечно же, совершает дофрейдовский шаг, то есть делает шаг назад по отношению к Фрейду. Это даже не дофрейдовский шаг, будь он просто дофрейдовским, он бы не был бы таким обидным. Если бы Маркуза не был осведомлен о том, что уже сделал в этом отношении Фрейд, то, в общем-то, его рассуждение насили бы невинный характер. Но само по себе мероприятие Маркуза – это своего рода впечатляющий пример того самого влияния интеллектуальной индустрии, который Маркуза и его коллега Теодор Адор, на котором мы еще сегодня поговорим, так прилежно разоблачают. То есть в каком-то смысле это крайне популяризованная, упрощенная для нужд левого пользователя, пользователя из леватской среды, концепция, в которой Маркуза, тем не менее, пытается совершить действительно ряд довольно сложных теоретических построений. То есть мы сегодня не можем говорить ни о том, что эта книга примитивна, ни о том, что она на теоретическом уровне. Это очень хитрое произведение, и я думаю, что его нужно рассматривать именно как презентацию воплощения тех самых признаков медиа-индустрии, которые, в общем-то, подвергаются в теории франкфуртской школы критике. То есть каким-то непостижимым образом, и мы несколько занятий назад его уже касались, критикующее выявляет все черты критикуемого. Для чего нужен такой странный мимисис, для чего нужно подражание критикуемому, это серьезный вопрос, в общем-то, до сих пор не нашедший разрешение. Но эффекты этого воспроизводства очень впечатляют, когда, скажем, Маркуза, не видя основных различий, произведенных Фрейдом, тем не менее пытается сделать на основе фразистского открытия такой же масштабный переворот, какой в свое время сделал Маркс на основе открытия Гегельянского, и когда этот переворот очень легко вписывается и усваивается левацким обществом времен Маркузы, то, конечно же, возникает очень странный эффект. Это эффект, который нужно рассматривать именно в его теоретической истории. То есть книгу Маркуза нельзя брать наивно, нельзя доверять изложенным в ней положениям, как они сегодня звучат. Более того, им нельзя было доверять ее еще в то время, когда они звучали более-менее свежо. Но эту книгу нельзя рассматривать как плод простого упрощения. И я призвал бы ее рассматривать в свете того самого извращающего упрощения, о котором говорил в тот раз. Здесь действует определенного рода механизм, который заставляет критикующие уподавляться критикуемому. То есть здесь действует механизм, который в роли, если угодно, своеобразного инстинкта смерти, инстинкта подражания заставляет развивать критическую систему предъявлять невольным, разумеется, образом все черты того строя, что ей критикуются. И в этом отношении само наследие французской школы сегодня остается двусмысленным. Ему редко дают оценки, им очень плотно занимались в советское время, просто потому что, являясь критиком капитализма изнутри, она выступала своего рода союзницей тех самых академических кружков, которые критикой капитализма занимались, из-за которой они получали 13-ю зарплату. Разумеется, до того, чтобы усмотреть господство принципа этой самой интеллектуальной индустрии в самой работе Маркуза, советские следователи не поднимались. То есть те из них, кто критиковали Маркуза как все еще буржуазного мыслителя, конечно же, не совершали этой самой теоретической работы, которая могла бы показать, в какой степени он и вправду буржуазный мыслитель, представляясь при этом антибуржуазным. Сами признаки его буржуазности так и не были выделены. Их можно найти только в той самой структуре, которую мы в тот раз и охарактеризовали в качестве структуры повторения. Повторение заставляет Маркуза воспроизводить черты того самого общества, которое он критикует. воспроизводить, разумеется, в структуре его изложения, там, где оно подвергается упрощению, искажению, забвению Дейфрейда. Но именно этим механизмом, пожалуй, сама судьба французской школы и наиболее цена, если этот механизм продумать, если его попытаться понять так, чтобы воспринимать его как одну из частей того деликатного положения, в котором сегодня любая интеллектуальная критика находится, то из этого можно было бы извлечь многоценного. И это ценное, в принципе, опять-таки уже предрешено и извлекается в другой части франкфуртской школы, которая представлена деятельностью ее двух иных представителей. Это Теодор Адорна и Макс Хархаймер. Это исследователи, которых традиционно принято считать более ответственными, более теоретически специфичными и развитыми, чем Герберт Маркузе. При том, что сам Герберт Маркузе, и не только он, но еще более упрощенные и сентиментальные представители этой школы Эрих Фром, который в ней пробыл недолго и был уволен чуть ли не лично Адорна, который устал терпеть его призывы о возвращении к природе. Так вот, и Маркузе, и Фром представляли своего рода то, что Жижек бы назвал непристойной изнанкой строгости и четкости адернянских формулировок. Всякий раз, когда Адорна или Хархаймер выпускали книгу или статью, в которой последовательно со структурных позиций опровергался существующий строй, как тут же опять-таки возникало какое-нибудь исследование Фрома, в котором он показывал, как хорошо пение птиц или как плохо, что мы забыли те маленькие пастральные радости, что делали Средникову человеку таким организованным и собранным. И надо сказать, что все это из Адорна и Хархаймера на самом деле выводилось, пусть не таким прямым, пусть не таким наглым образом, но оно там, конечно же, содержалось. И это, конечно, Адорна чрезвычайно бесило. С Маркузе он ничего поделать не мог, он даже не мог препятствовать его эмиграции за ним в Америку. А вот от Фрома ему удалось отделаться, тем более, что Фром сам в том времени был существенно обижен на авторитарную, как он называл ее манеру, с которой франкфуртская школа обращается со своими исследователями, сотрудниками. И то, что эта манера авторитарна, то, что Адорна сегодня, особенно в интеллектуальной части Фейсбука, часто изображают лежащим на пляже с стаканом коктейля в руке, само по себе вот это самое замыкание инициативы, полный пройденный ей круг, тоже указывает на некоторые важные вещи, которые неправильно было бы сбросить со счетов в простой сатире. То, что Адорна любил отдыхать на пляжах, а это совершеннейшая правда, не превращает его из критика капитализма в какую-то ложную подставную фигуру. Критикуя его так, мы бы ничего не добились. Но то, что, тем не менее, Адорна запоминается в лежащем на пляже, что его помнят как профессора, которого освистали его же студенты, не оценившие той самой левацкой закваски, что он им принес, и которая к тому времени действительно была уже очень устаревшей. Уже это указывает на то, что все те конфликты, о которых писал Маркузе, которые изучал Адорна вместе с Хархаймером, действительно существуют. То, что они подмяли под себя всех троих, не означает то, что их не следует изучать. Более того, это не означает того, что такое изучение было бы неперспективно. Все это просто указывает на то, что история, возможно, на несколько витков сложнее, чем она оказалась в то самое время, в 40-е годы, отмеченной деятельностью этой самой школы. Но в любом случае и Адорна, и Хархаймер продолжают ту же самую линию, что намечено Маркузе, но в более усовершенствованном теоретическом виде. То, что их интересует, это не просто всеобщая репрессивная цивилизация, как ее называют Маркузе. Именно Маркузе виновен в том, что слово «репрессивный» оказалось растасканно по многочисленным интеллектуальным кружкам, что сегодня без него шагу нельзя ступить, что любая левацкая критика является антирепрессивной. То есть само это слово вошло в традицию слегка руки Маркузе. Вот под этим словом Хархаймер и Адорна не подписываются. Точнее, они берут его так, чтобы предотвратить эффекты его распространения, его девальвации и в конечном итоге стирания смысла. Но так или иначе, они также дают те же самые ответы, по крайней мере, тот же самый сорт ответов на так называемые злободневные проблемы капиталистического производства, которые дает и Маркузе. Именно в этой традиции будет заложен аппарат, о котором, возможно, мы позже поговорим. Это аппарат представления о любой структуре, как о репрессивной. Заметьте, что это вовсе не очевидное отождествление, что структуре не обязана быть репрессивной, что не любая репрессивность структурна. И, скорее всего, так оно и есть. Но так или иначе, когда сегодня мы слышим характерную журналистскую риторику, которая уже однозначно подразумевает, что в структуре всегда содержится репрессивный элемент, это просто доказывает то, что учение Маркуза Адорна получило, как оно того и хотело, своего рода вечную жизнь. Так называемую жизнь после жизни. То есть сегодня это утверждение уже не продумывается, оно принимается как должное, в этом отношении оно само является догмой. Но даже если это догматическое бытие и царапает сегодня слух, его нужно также принять, как еще одно доказательство того, что механизм образования догм существует. Это тоже что-то доказывает. Так вот, то, что репрессивность намертво оказалась закорочена в понятии структуры, дало свои плоды и продолжает давать в том числе, скажем, в учении такого важного теоретика, которого мы затронем, наверное, когда будем говорить об Эльтюссере. Это Джудит Батлер. Возможно, вы о нем слышали. Именно Джудит Батлер дала основание некоторым исследователям, может быть, слишком поспешно сделавшим выводы, полагать, что репрессивна уже сама структура человеческой психики. Что если существует структура психики, психики, разумеется, не в смысле психологии, а в смысле Фрейда, если существует своего рода психическая иерархия, то это означает, что индивиду не вырваться, что здесь все заранее предрешено. У вас вопрос? Здесь, конечно, возникает некое странное состояние, состояние, которое отбрасывает исследования на самые ранние, еще даже дометафизические позиции. Скажем, совершенно очевидно, что если нечто существует, так, по крайней мере, было очевидно для древних, оно является единственной реальностью. Если бытие есть, то небытие нет. В конечном счете, не так важно, как бытие появилось, и не самый важный вопрос, когда нам, скажем, говорят, что следователи эпохи Фюзиса, то есть первые десократики, наподобие Анаксимандра или Фалеса, занимались поиском архе, то есть первоначало, из которого создается всего сущее. Они, конечно же, решали не вопрос о натурфе в Асофии. То есть их интересовала не характеристика причины, будет ли это вода или огонь, это просто производные разные ответы, а их интересовало, что бытие появляется как неущербное. Вот для этого нужно было понятие начала. Именно на этом настоит Парменит, намекая на то, что если бытие есть, небытие нет. Это тезис, который сегодня критики не выдерживает. Он, разумеется, играет особо дурную шутку с нами, когда мы его воспринимаем на катарзианском уровне. Это отдельный разговор, почему. Но так или иначе, мысль десократиков, по мнению того же Лакана, довольно проста. И в то же время она закладывает основы для дискуссии на все последующие века. Почему, если бытие появляется из небытия, оно не несет на себе этого самого небытия печати? То есть почему бытие появляется как полное? Почему оно не пострадало от того, что предположительно когда-то в каком-то метафизическом измерении его не было? Так вот, ответ, который дает последующая Твасовская мысль, похоже, склоняется к иному полюсу, а именно к полюсу того, что от того, что это самое бытие возникло, оно все-таки пострадало. Что какие-то признаки небытия на себе оно несет. Что есть какие-то дефекты конструкции, может быть, очень неуловимые, возможно, даже не сказывающиеся до тех пор, пока мы не начинаем рассуждать, и вот тут, конечно, все портим, признаки, указывающие на то, что дефект имеет место. И, опять-таки, нужен был переворачивающий теоретический рывок, сделанный Хайдегером, который показал бы, что это не бытие подвергается угрозам со стороны небытия, а, напротив, это бытие и есть то, что вносит в происходящее своего рода разлад. Когда этого разлада нет, мы говорим только о сущем. Но, в любом случае, сам по себе этот вопрос заложил основание для вопроса о том, что бытие в своем роде представляет тюрьму. Оно тюрьма не потому, что из него никуда не вырваться, очевидно, что если не бытие нет, вырываться никуда и не нужно. А оно является тюрьмой, потому что в самом себе оно несет следы своего производства. Производство из небытия – это следы, которые указывают на то, что оно сделано. Эта мысль уже довольно явно сквозит у Аристотеля, который показывает, что если есть форма, то, значит, есть и определенность. А заметьте, что если есть определенность, значит, есть и то, что эту самую определенность заставляет отторгать черты в форму, не входящую. Скажем, что делает горшечник или скульптор? Он придает такую форму, которая не является другой. Вот именно этот самый дефект, который подозревает забытием, полагает, что оно приняло какую-то определенную форму, а могло принять и другую. Именно так, скажем, рассуждает Маркузе, и именно поэтому он может делать такие опрометчивые и странные заявления, в которых утверждают, что все развитие цивилизации пошло неправильно, как будто мы знаем какую-то другую цивилизацию. Вот Фрейд такие вещи не верит, для него цивилизация одна. Как бы культура ни страдала, какими бы недомоганиями она ни была отмечена, другой никакой нет. Именно поэтому Фрейд настаивает на пути сублимации, пути, который очень быстро оказался растаскан разными психотерапевтическими школами и, в общем-то, не сведен в состояние социальной одобренности, в удовлетворении сексуальных и заторможенных по цели, как выражается Фрейд, влечений. Но на самом деле мысль о сублимации настолько сложна, что Лакан эту мысль нигде не задействует. Что же в самом деле показательно. Вот к этой мысли он не решился поступиться. Потому что если мы не будем рассматривать сублимацию наивным образом, если мы не будем предполагать, что это просто попытка удовлетворительной социальной разрядки никуда не резущих, ни в какие рамки не резущих влечений, то, разумеется, мы ее не поймем. Так вот, подозрение в том, что бытие скроено плохо, что оно могло быть сделано иначе, что бытие – это не что-то, что бесформенно, потому что никакого небытия его ограничивающего нет, а бытие – это то, что имеет определенную форму, а стало быть, где-то от него что-то на каком-то этапе откусили или отняли, причем, конечно же, самое дорогое, что могло бы это бытие спасти, вот это представление очень явно оформляется во мысль Маркузе, и именно оно является представлением, с которым Мадорны и Харкайни пытаются справиться. Вот именно это заложило в основании франкфуртской школы так и неразрешенный конфликт, конфликт, который в итоге, в общем-то, ее и погубил, хотя исследования, как указывает в ГИБД, продолжаются и сегодня, но можно себе представить, что должно произойти, чтобы исследования в какой-либо школе остановились. Эта ситуация немыслима. Здесь ничего не говорится о качестве этих исследований. Так вот, непримиримый конфликт, на самом деле, конечно, состоял в том, что Маркузе в своем роде выступил светским гностиком, гностиком, полагающим, что бытие когда-то претерпело сыгранную над ним дурную шутку, что ход его развития был искажен, и что мы пожинаем плоды этого искажения в виде репрессивной цивилизации, не позволяющей нам счастливого удовлетворения и гармоничного развития. И надо сказать, что Маркузе здесь начинает быть неприятно изощренным, то есть он приводит изощренные рассуждения, которые, в общем-то, не являются сложными, но которые его конструкцию призваны поддержать. В последней части книги Маркузе уверяет, что даже если возвращение к правильному пониманию принципа удовольствия, он опять его путается с наслаждением, то есть реализацией сексуальности, но неважно, возвращение к правильной сексуальности, скажем так, чтобы не вносить дополнительных недоразумений, это возвращение, естественно, приведет к падению уровня производства, но этого не нужно бояться, поскольку уровень производства, гонка за темпами производства и есть то самое репрессивное и подавляющее, что производит на свет отчужденного субъекта. Субъект, который задействован в офисе или на изнурительной работе до 12 часов в сутки, который тратит много времени на проезд, на удовлетворение житейских нужд и которому на сексуальное удовольствие, те самые, что Маркузе все еще видит освободительными и трансгассивными, отведено не более двух-трех часов. Вот как только субъект наконец-таки откроет себя сексуального и придаст этим удовольствием, разумеется, работа резко остановится, то есть Маркузе поступает очень хитро, почти по-изуитски, он не отказывается ни от одного из обвинений, которые его могут изменить. Когда ему, скажем, кто-нибудь скажет о том, что это самое открытие неизведанной терроринкогнитосексуальности приведет к застою в производстве и падению уровня жизни, что совершенно очевидно, Маркузе отвечает, что он с этим согласен, но это неизбежные жертвы, которые нужны, чтобы он наконец-таки человеческий путь приобрел в правильное направление. Или когда, скажем, Маркузе указывает на то, что признание более ранних, частичных, регрессивных, то есть вытяненных в угоду принципу генитальности влечений приведет к тому, что субъект начнет возвращаться на более ранние стадии развития, то есть регрессирует. Маркузе опять отвечает, что если прогресс или развитие субъекта совершается под эгидой этого самого неправильно понятого принципа реальности как подавления, то он на такой регресс согласен. И, в общем-то, я хотел бы в двух словах напомнить тот самый поучительный момент, который вводит Лакан, который я уже задействовал в тот раз, но совершенно в одном контексте. Этот поучительный момент касается миссии аналитика, когда, скажем, аналитик хочет принести своему пациенту благо, когда он хочет его осчастливить, когда он видит невротика, скованного чувством вины, задушенного, непризнанной агрессии, он, разумеется, хочет подать ему руку помощи и освободить его из этого состояния, по крайней мере, показав ему его следствия. Скажем, аналитик начинает работать с более ранними, вытесненными, якобы непризнаваемыми, это, на самом деле, особая игра, субъектом влечениями, давая ему понять, что он вот здесь, в кабинете аналитика, может и удовлетворить. И здесь, как говорит Лакан, мы подходим к тому самому заранее известному, что совершенно неинтересно, потому что давно уже прописано Фрейдом и, в общем-то, подтверждается кровью и потом огромного количества психоаналитиков различных поколений. Известно, что субъект, сначала сопротивлялся, хоккейтничал, никакого удовлетворения себе не позволял, в итоге начинает вести себя по отношению к аналитику очень дурно. И для того, чтобы намекнуть субъект, где находится его утраченный объект, так, как говорит Лакан, совершенно необязательно разыгрывать в кабинете все великие драмы, участниками которых стали великие просветители и утописты, пытавшиеся по-прометеевски принести субъекту или народу счастье, а потом в итоге оказывающиеся у этого народа в опале. Совершенно нет нужды повторять в кабинете эти мистерии, потому что исход заранее известен. Напротив, искать нужно в другом направлении. И вот в этом плане, опять-таки, подпосылка Маркуза тоже не выдерживает критики. Здесь возникает своего рода встреча двух суждений, ни одно из которых не может другим возобладать. Скажем, когда мы указываем Маркузу, что никакой другой цивилизации нет, когда мы побиваем его Фрейдом, Маркуза говорит о том, что это и есть признак величайшей репрессивности нашего положения. И здесь создается своего рода бесконечное суждение, в котором уже невозможно выстроить суждение по уровню их критического исследования. Скажем, когда в эпоху Фрейда кто-нибудь указывал на то, что никакой другой цивилизации нет, что счастье невозможно, это утверждение служило мощнейшим критическим толчком. Многие из этого сделали довольно правильные выводы. Когда, скажем, в эпоху Маркуза или в эпоху Джудит Батлер указывают на то, что никакого другого общества не существует, кроме того, о котором мы хорошо знаем, и никакие другие исторические состояния не демонстрировали тех самых состояний блаженства, о которых грезит та или иная утопия, этого блаженства попросту нет. Когда кто-то сегодня на это указывает, его просто обвиняют в реакционизме. Вот, собственно, и все. То есть сегодня опять возникает вера в то, что, возможно, какая-то революция, революция, которая, как давно уже была замечена еще дальше сурьянскими критиками, неизбежно мыслится, как революция, совершаемая на основе принципа производительности Ж. То есть, если, скажем, Маркуза последовательно воплотил бы свой принцип в жизнь, если бы, скажем, он создал какие-нибудь группы для тех, кто желает свою сексуальность расковать, или, скажем, какое-нибудь кружковое образование, которое, возможно, даже не было бы сектой, которое, несомненно, было бы сектой названо, но пусть мы избавим Маркуза от этих обвинений, пусть мы заранее дадим ему карт-бланш на реализацию всего того, что он желает, и совершенно очевидно, что такого рода реализация приведет просто-напросто к воспроизводству тех самых манер реализации всех сообществ, сект и всего тому подобного, что, в общем-то, давно уже отлажено и отрепетировано в культуре. То есть никакого практического извода из концепции Маркуза нет и быть не может, но у Маркуза всегда остается запазухой ответ, согласно которому мы не видим этот практический исход, просто потому, что мы полностью находимся внутри. То есть цивилизация наложила на нас свою печать. И здесь возникает спор, который Адорно с Кархаймером, которым мы никак не можем перейти, сочли, по всей видимости, не очень интересным, поскольку они, не соглашаясь с Маркуза, не опровергая его, вообще не задействуя ни одного термина из его концепции, разве что кроме термина телетехноиндустрии, ну и, разумеется, термин репрессивный, выстраивают концепцию на несколько других основаниях. Для них нынешнее состояние цивилизации является не эпохальным, то есть это не состояние, в котором принцип производства уходит корнями в далекое незапамятное прошлое и уродует жизнь индивида, начиная чуть ли не с его антропологической колыбели. Для них состояние, из которого они не видят выхода, имеет вполне конкретное наименование и относятся к вполне определенной эпохе. Они называют это эпоху просвещения. При этом они, опять-таки, позволяют себе некоторые передергивания в гораздо меньшем, чем у Маркуза количестве, но, тем не менее, заметны на поверхности текста передергивания, которые позволяют им обращаться с представлением об эпохе просвещения так, что она в итоге действительно оказывается неразрешима, самопротиворечивой. Сама основная работа «Диалетика просвещения», имею я в виду, которую Адорна пишет с автором Хархаймером, служит своего рода иллюстрацией воронки, в которую втягивается всякое критическое намерение. Последовательно, шаг за шагом, показывая, что все это началось чуть ли не с Одиссея, персонажа, который используется Адорной Хархаймером, для того, чтобы показать, чем на самом деле является современный субъект. Если Одиссей предстает по отношению к своим современникам скорее одиночкой, если он относится к богам и к своим рабам не так, как это делал обычный бревнегреческий господин, если он склонен их обманывать, ими пользоваться, если он посягает на божественное достоинство, если он, скажем, умеет ускользнуть из-под влияния тех стихий, которым покорялось всякое человеческое существо в то время, то это означает, что Одиссей представляет собой какую-то новую формацию человека, человека до сели незнакомого, человека неизвестного, но человека, который получает свое полное развитие в том самом довольно вульгарном типе, который Адорни Харкаймер называет современным типом. То есть Одиссей – это такое существо, которое извлекает из всего выгоду, которое подходит ко всему соображениям пользы, и главное – это такое существо, которое имеет смелость это делать. То есть чем так славен Одиссей, чем так фигура-то интересна, вовсе не своими приключениями, вовсе не теми перипетиями, которые с ним произошли, и несчастливой концовкой, а тем, что Одиссей, по сути, представляет собой существо совершенно невозможное. В то время действовать так, так поступать, так думать, набраться такой наглости для греческого мужчины было немыслимо. И Адорни Харкаймер пытаются, проводя своего рода параллели, иногда более, иногда менее остроумные, показать, что современный субъект – это и есть такого рода Одиссей, который набрался наглости. Набирается наглости он из источников крайне туманных, противоречивых, неизведанных. Иногда этим источником выступает несповержение религии, иногда рост производительности, иногда особое отношение к окружающим объектам, которые Адорни Харкаймер называют отношением захватывающим или же производительным, отношением извлекающим. То есть объект впервые делается чем-то таким, на что можно поднажать, из чего можно буквально выдавить прибавочную стоимость, для чего нужны дополнительные средства и так далее. На все это субъект, конечно, охотно пускается. Так вот, это самое потребительское, именно это имеют они в виду, отношение к природе, отношение к человеческому ресурсу и характеризуют субъекты просвещения, но при этом Адорни Харкаймер хорошо замечают, они знают об этом прекрасно, разумеется, они сами дети этого процесса, они знают о том, что именно просвещение порождает на свет субъекты свободомыслящего. То есть именно просвещение вызывает на свет такого субъекта, который последствием просвещения недоволен. Это, в общем-то, является свободомыслием. То есть свобода мысли – это не та фигура свобода с факелом в руке, которую превозносили Вольтер и Дидро, не та самая фигура, которая прольет свет на мелкие религиозные пакости. А фигура свободы мысли очень быстро приобретает тот уровень, который я для удобства структурного понимания называю метанарративным. Это уровень, на котором нет первичного затруднения, скажем, на котором борьба с религией уже не имеет никакого значения. Тот самый предсветитель, о котором идет речь, это не тот, который борется с предрассудками, с тьмой и суеверией и так далее. По-настоящему свободы мыслищий предсветитель это тот, кто недоволен именно совершенному Богу Просвещения. Вот тут возникает парадокс, вот здесь возникает своего рода мета-измерение, мерка, надстраивающаяся на уже существующие ситуации, из которого не выйти. То есть у нас больше нет уровня религиозного суеверия предрассудка, с которым просветитель борется. У нас есть деятельность свободы мыслищего просветителя, который подозревает просвещение в том, что оно совершилось на какой-то внеплановой основе. И сама эта внеплановая основа очень забавна, особенно если к ней апеллировать, поскольку именно планирование, безудержная калькуляция и есть то, что, по мнению Харкай Мира и Адорна, и отмечает сам дух просвещения. Но вместе с этим самым духом возникает странная ситуация, в которой этот дух как бы смещается в отношении границ располагающего им субъекта. Дух калькуляции делает возможным производство, прибавочную стоимость, буржуазное обладевание неизведенными до состояния нищеты массами, но именно этот же дух калькуляции, этот самый дух разумности делает возможной и критику этого самого состояния. Вот здесь никак различия не провести. Вот тут возникает своего рода структурный провал, в котором приходится предполагать, что и хорошее, и дурное, если так их называть, если предполагать, что бесконечное усиливающее себя производство является дурным, потому что приносит отчуждение и так далее, а критика является хорошей, потому что она впоследствии отчуждения замечает и пытается с ними бороться. Если эти самые смешные различия проводить, то выясняется, что обе эти самые формации мышления происходят из одного и того же корня. И вот с этим поделать ничего, оказывается, нельзя. То есть самое настоящее отчуждение появляется не там, где индивид тяжко трудится, а потом начинает трудиться чуть менее тяжко, но в этот момент его как раз подхватывает, скажем, развлекательная индустрия, не дающая ему скучать, так, чтобы индивид продолжал работать даже в то время, когда работа окончена. Потому что, как показывает, опять-таки, Аддорн с Харкаймером, современная ситуация в сфере развлечений, скажем, ситуация в сфере киноиндустрии, это такая ситуация, в которой субъект жестко регламентирован по линии всех получаемых им впечатлений. В эпоху Аддорна и Маркурса это было особенно заметно. Как было заметно, скажем, и ханжество этой самой развлекательной индустрии, которая состояла не в том, что эта индустрия развращает индивида, и в диалектике просвещения дается более остроумный ответ на те самые претензии, на которые Маркурс уже ответил. Скажем, претензия заключается в том, что сексуальная революция, сопровождающаяся революцией зрелищ, приведет к извращенности субъекта. Что, скажем, большое количество мультфильмов или сексуальных сцен, которые он увидит по телевидению, может произвести в нем своего рода моральный бунт. Так вот, Аддорн и Харкаймер указывают на то, что все обстоит совершенно напротив, что вопрос Достоевского никчемен, и напротив никогда сфера жизни индивида, включая его отдых и даже сексуальную жизнь, никогда еще не была она так регламентирована. Поскольку даже, скажем, в кино индивид развлекается определенным образом. И более того, Аддорна приводит забавный пример, в котором доказывает, что существующая теле-техноиндустрия подвержена, по всей видимости, влиянию еще более сурового и махрового ханжества, чем то, с которым она боролась, скажем, в десятые годы. Так, например, когда Голливуд был разоблачен спецслужбами и вскрылись факты многочисленных сексуальных и наркотических злоупотреблений, сам же Голливуд, опасаясь давлений со стороны государства его контроля, ввел организацию под названием Hays Office. И забавно, что в произнесении ее названия созвучно английскому слову туман, дымка, сокрытие. На самом деле, пишется оно иначе, и название обязано фамилии организатора. Но, так или иначе, организация эта занималась борьбой с негативными последствиями существования Голливуда. Причем она делала это именно изнутри самого Голливуда. И так, чтобы эти самые негативные последствия, не мешая свободе развития киноиндустрии, тем не менее, предотвратили те развращающие влияния, обезопасили либо ту самую ханжескую, испуганную аудиторию, которая могла быть с этими последствиями шокирована. Скажем, они борются с многочисленными довольно сегодня смешными и невинными сексуальными изображениями, например, изображениями мисс Буб, этой самой девочке-вкусняшке, которая сегодня фигурирует под разными образами то ангелочка, то демона, то медсестры. Возможно, если у кого-то из вас есть вкус к картинкам, вы с ней знакомы, даже не зная этого. Вот эта самая невинная мисс Буб была воспрещена этой самой хейс-корпорацией, потому что она якобы чрезмерно опережала свое время. Ее расковывающее влияние, конечно же, продолжало лучшие традиции Голливуда, но было чрезмерно уж расковывающим. Поэтому с ней эти примеры приводят, когда он показывает, насколько двусмысленной, почти сократически двусмысленной оказывается эта самая новая теле-техноиндустрия, насколько же она изощреннее развития даже той самой критики, которая ей не спосылается. Возникает странная ситуация, в которой изощренность репрессивной структуры оказывается интеллектуальнее и сложнее, чем любая критика, которую в состоянии из себя извергнуть, скажем, Маркузе. Маркузе все еще грезит о какой-то новой освобожденной сексуальности, в которой все влечения найдут успокоительную и благочестивую разрядку. Оказывается, что современная теле-техноиндустрия является еще более извращенной, в то же время еще более ханжеской, чем сам Маркузе мог подумать. И именно это замечает Адонный Харкамер, это делает эту книгу более проницательной. И то неизбежное следствие, которое из этой работы можно сделать, гласит в первую очередь, и это сегодня является бичом и предметом расстройства левого интеллектуала, который, как правило, все мыслят левым интеллектуалом в области искусства, вывод гласит, что не существует никакого освободительного искусства. Здесь Адонный Харкамер открыто выступает против Маркуза, потому что одним из следств в этой книжке является заявление о том, что только в сфере искусства все еще сказываются эти самые нерепрессивные, первоначальные, не искаженные принципом производительности, не подавленные сексуальные инстинкты. Маркуза много надежд возлагает на искусство, он занимается кантом, принципом чистой созерцательности и так далее. И ответом Маркуза, ответом этому самому возвеличиванию искусства, которое якобы каким-то образом от производительной цивилизации ускользнуло, ответом Адонна является указанием на то, что как раз таки сегодня именно искусство наконец-таки обнажает свою подлинную сущность. Оно выступает как то, что изначально было телетехнитизировано, то есть оно было подчинено даже в то время, когда об этом речи не было, скажем, в изображении на каких-нибудь древних вазах, оно уже в себе содержало росток, зачаток того самого технического массового состояния, в которое оно полностью пришло сегодня. То есть не только не следует возлагать на искусство никаких надежд, не только не следует полагать фантазию самодеятельности, воображения в качестве возможности скользнуть, а именно это Маркуза делает, указывая на то, что похоже, как ему кажется, Фрейд отводит фантазии особенную роль, потому что именно фантазия возвращает субъекта то самое дугенитальное детское состояние, где он был способен в свое влечение удовлетворить. Надорно, напротив, указывает на то, что фантазия как раз-таки сегодня раскрывает свою глубочайшую репрессивную сущность, потому что как только для фантазии возникают благоприятные условия, как только фантазия получает в распоряжении технические средства, скажем, средства Голливуда, в которых сам принцип медийности был доведен до совершенства, так тут же эта фантазия обнаруживает способность к координации всех сфер жизни индивида, включая даже сферу чувственного восприятия. Если, скажем, поздние просвещенцы 19 века видели в сфере восприятия своего рода спасения, скажем, фигурировали такие термины, как свобода чувственного воображения, игра чувственных сил, эстетическая самодостаточность и так далее, скажем, на уровне Шиллера или Навариса, то проходит буквально где-нибудь 70 лет, и Адорно с очерпывающей строгостью показывает, что напротив, если и есть у существующей репрессивной цивилизации, видно, потому что никто не подавляется напрямую, уже нет уничтожающего телесного труда как в эпоху Маркса, если сегодня репрессивность делается более тонкой и пронизывает все сферы жизни, то это именно потому, что ее сделало возможное искусство. Именно сфера фантазии, именно мечта индивида о невозможном удовлетворении, которое сказывается, разумеется, в голливудских мистериях и в мистериях Олта Диснея, это самая фантазия и есть структурное основание для бесконечного порабощения. Хотя бы просто потому, что ради совершения этой фантазии субъект готов ждать. Это первая причина. Вторая, более тонкая, состоит в том, что, как выясняется, желанием субъекта является не удовлетворение грезы, а воспроизводство условий самого грезящего состояния. То есть для субъекта важным является неудовлетворение, которое, как уже верно, лет через 20 показал Лакан, и для субъекта выступает как невозможное, оно невыносимо. Это чересчур. Субъект вполне довольствуется повторением небольшой части пути пробегом по знакомым тропкам, в которых, тем не менее, тоже сказывается загадка повторения. Это отсылает к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, касательно Ницше. Не существует различия на большой и малый круг повторения, не существует различия между суетным и постоянно воспроизводимым, скажем, в голливудском мультфильме, в банальных спорах маленьких интеллектуалов, и между чем-то существенным, прорывающим, основным, тем, что дало бы всему почву и оправдание. А существует загадка повторения, которые одинаково сказываются в обоих этих состояниях. Именно поэтому, скажем, опять-таки, в свое время Лакан в 64-м году, то есть в году непосредственно предшествовавшим известным майским событиям, делает замечание об оправдании субъекта. Он не называет этапологией, Лакан вообще никогда не дает громких наименований своим жестам, так что эти жесты приходится вычитывать специально, что тоже чрезвычайно полезно и предохраняет их от встраивания в систему перетолковывания. Лакан замечает, что если ребенок требует повторения одной и той же сказки на ночь, то это не потому, что объем мозга ребенка маловато, он не в состоянии вместить большего, и не потому, что над ребенком господствует принцип удовольствия, заставляющий его пробегать по одним и тем же дорогам, добиваясь разрядки в одном и том же темпе и режиме, к которому он уже привык, который для него нетравматичен, а напротив, даже на уровне такого маленького детского опыта, опыта повторения одной и той же истории, уже заявляет о себе принцип наслаждения в форме принципа реальности, который, напоминаю, является принципом повторения, самой загадки повторения. Субъект чувствует, что в повторении что-то заключено. Так вот, повторение одной и той же истории нужно маленькому ребенку для того, чтобы наконец-таки распознать, что же в этой истории было такого, что даровало ему наслаждение. Вот именно для этого он готов слушать и слушать снова и снова, но здесь опять-таки возникает свое родо закорочение аргументации, закорочение условий спора, поскольку, если бы, скажем, тезис Лакана был бы известен над Орн и Маркузой, они сказали бы, ага, вот именно здесь система индивидуи ловит, вот именно здесь, где субъект рассчитывает, что повторение принесет ему разгадку тайны его детского утраченного наслаждения, именно поэтому он в нем упорствует, он готов идти в нем до конца, вот именно тут-то и встраивается система, предлагая субъекту для повторения структу тренажеры. Скажем, мультфильмы, скроенные по одному и тому же визуальному образцу, или фильмы, скроенные по одной и той же фабельной мерке, там, где субъект думает, что он, просматривая раз за разом одно и то же, что глубже и глубже в нем что-то постигает, сказывается принцип опустошения, голого повтора. И наиболее тонким и трудным выводом из этой спорной критической коллизии был бы вывод, согласно которому мы просто не имеем возможности различить повторение, где сказывается его репрессивная сторона, где сказывается захватывающее опустошение, а где, с другой стороны, все еще продолжается тот самый процесс, который в итоге повторение к каким-то результатам приводит. Вот именно в этом состоит дьявольская сила и дьявольское бессилие работы Гаркаймера и Адорна «Диалетские просвещения», что они сами не в состоянии понять, то ли они опять-таки совершают своего рода манихейскую революцию, то ли они заявляют, что есть в субъекте что-то первичное, что коррупции не подлежит и что было задавлено вот этой самой цивилизацией, индустрией, развлечений, которая принцип повторения присущий субъекту, принцип настояния на первичном наслаждении подменяет наслаждением готовым, просто предлагая ему суррогат для отработки жажды повторения. Или же никакой подмен, никакого манихейства нет, нет никакого злого Бога, а известно, что гнастицизм провален не потому, что он на первый план выводит понятие злого Бога, а потому, что очевидно, что злой Бог предполагает Бога доброго. В этом смысле гнастицизм полностью подчинен христианской мыслительной культуре, просто потому, что невозможно предложить понятие злого, если тебе уже не внушили, что Бог добрый занял свое место. Любая подстановка понятия злого Бога указывает на то, как камеру, попробуйте ее почитать, и вы заметите этот эффект. Совершенно невозможно понять, то ли действительно они уповают на что-то производительное, я имею в виду производительное не в смысле капиталистической производительности, а в смысле, который мог бы производительности предписать такой критик, как Маркуза, то есть что-то лучшее, что-то отсылающее к другим условиям производства. Есть ли какое-то различие между этой производительностью и между теми суррогатами удовольствий, которые предлагает существующая массовая техноиндустрия? И если этого различия нет, то наше положение становится ужасным. Но заметьте, что если это различие есть, оно не менее ужасно, потому что очевидно, что такого рода гоносицизм ни к чему хорошему не ведет. И вот это, пожалуй, является причиной, по которой диалектика просвещения, оказываясь наиболее интеллектуально влиятельной, очень значимой в свою эпоху до и сегодня работой, тем не менее приводится в рода интеллектуальному тупику. Она предлагает два решения, ни одно из которых не является удовлетворительным. Решение манихейское, решение гоностическое, неудовлетворительно очевидно с самого начала, ибо если мы начнем допускать в субъекте какие-то неподверженные коррупции, порчи, силы, на которые нужно уповать, мы далеко не придем. Работа сведется к наркозянскому упованию на новую сексуальную революцию, которой никогда не будет, по крайней мере до тех пор, пока, как выражается Киркегор, не изменятся условия самого сообщения. А с другой стороны, если мы допускаем, что нет ни малейшего различия в принципе повторения, если нет ни малейшего различия между, скажем, усилиями критического интеллектуала и между усилиями среды, которые их присваивают, которые, скажем, делает из них экспертный институт. И Адорный Харкаймер так, в общем-то, и рассматривает историю порабощения интеллектуала. Для начала интеллектуала, скажем, в 80-е годы позапрошлого века, то есть 19-го, это фигура, которая вправду принимается всеми за чистую монету, ее свобода мысли и опасность, с ней борются, ее преследуют. Существует институт жандармерии, цензура, которая следит, чтобы интеллектуал не говорил слишком много и не будорожал массы. Но постепенно ситуация смягчается, и культура жандармерии понимает, что гораздо выгоднее интеллектуала побудить сотрудничать с собой, она предлагает им экспертное место, она, скажем, отводит ему роль председателя комиссии по решению общественно важных вопросов, и, в общем-то, готово дело. Никакого критического интеллектуала больше нет. И вот тут, в этом самом моменте, где Адорный Харкаймер решительно от постарали этого самого чистого первого человека отказываются, вот тут-то, где они делают решающий шаг, они его делают так, что ситуация предстает абсолютно безнадежной и в этом отношении нейтральной. Если нету различия между соблазном существующего репрессивного аппарата и между тем, что сегодня способен, скажем, произвести интеллектуал, то, в общем-то, нет никакого резона не только говорить о судьбе обеих этих инстанций, но нет никакого резона, в общем-то, эту судьбу освещать. И предполагается, что ошибка Адорный Харкаймер в том, что они упустили некоторую радикальную теоретическую изначальность самого повторения. То есть там, где они замыкают ловушку, там, где они предполагают, что нет никакого выхода из обрисованной ими репрессивной картины, вот там возникает подозрение, что картина именно потому так безысходно, что она является не хорошим описанием существующей действительности ее противоречий, а в какой-то степени еще одним из предъявлений той самой тяжелой теоретической ситуации, которая сложилась примерно начиная с эпохи деятельности Маркса и Киркегора. То есть если критика предстает в столь безнадежном виде, что сама даже указывая на свою безнадежность совершает еще один безнадежный жест, это означает, что что-то пошло неправильно, но не в пути развития человеческой цивилизации, а в пути развития самой критики. И вот это вывод, который в первую очередь делает Лакан, именно поэтому никогда ни на одну из работ Маркуза, Дорна Каркаймера, он не ссылается, хотя, очевидно, наследует многим из этих дискуссий. Именно поэтому не является Фрейдом Марксистом сегодня и Жижек, потому что он опять-таки не присоединяется к тем выводам, которые были сделаны из франкфуртской школы, скажем, в школе Жудит Батлер. Тот вывод, который, я напоминаю, гласит о том, что любая структурированность является основой репрессивности. В некотором роде конец выстраиваемой системы зеркал в книге Адурна Каркаймера положен пределом, где окончательным решением, окончательной реальностью называется сама репрессивная цивилизация. Вместо того, чтобы помыслить нечто за ней стоящее, вместо того, чтобы саму репрессивную цивилизацию помыслить как своего рода попытку диалектического отображения некоторого механизма, который позже Лакан назовет механизмом функционирования реального, здесь ставит последнюю точку. То есть, разумеется, если сцена является наполненной противоречиями общества, если за его пределами ничего нету, имеется в виду, конечно, не какая-то трансцендентная станция, не бог, не вечный судья, а что-то такое, что заставляло бы само это общество видеть себя определенным образом. Я поясню свою мысль. Известно, скажем, что со времен Маркса отчуждение понимается как невозможность признания индивидуум своего положения. То есть, когда Маркс говорит об отчужденном труде, подразумевая под этим то, что субъект не может присвоить созданным им продуктом, что рабочий, скажем, отдает продукт в ту общую топку, из которой потом появляется прибавочная стоимость. Сливки, с которой рабочий, разумеется, не снимает. Вот это Маркс, ранний Маркс, называют отчуждением, но в той традиции, которую я назвал поначалу упущенной, в традиции репрезентации, не в традиции репрессии, которая в Фрейде-Марсийской школе развита до самого конца, до ее логических пределов. А именно в традиции учения репрезентации существует еще один аспект отчуждения. Этот аспект гласит, что отчуждение затрагивает в том числе средства описания отчуждения. Когда, скажем, критик описывает существующее общество, он в полной степени и в полной мере подвержен тем искажающим эффектам описания, которые это общество на него налагает. То есть, в какой-то степени зона отчуждения прилегает там, где всякая критика тоже оказывается недостаточной. Не только критика, которая полностью бы схватила механизм репрессии, просто потому, что никакого другого сообщества нет. И, разумеется, критика тоже развивается в том же сообществе, из которого она черпает средства, которые тоже являются недостаточными. И в этом отношении всю деятельность по производству можно было бы разделить на стадии презентации и репрезентации. Презентация – это, если описывать все это в терминах Маркса и перевести на его язык, это то, что индивид пытается произвести. И в первую очередь это то, что он предъявляет. Скажем, индивид предъявляет определенную позицию, которую он в обществе занимает. Например, это позиция мецената или позиция капитализма. Индивид с ней охотно мирится, она не внушает ему опасений. В общем-то, в какой-то степени это то, что Лакан называет идентификацией. Но существует, помимо этого, если бы его не было, то не было бы и выхода. Существует то, что можно было бы назвать репрезентацией. Репрезентация – это некоторое дополнительное условие, которое вмешивается в состояние презентации. И эта самая репрезентация показывает, что на уровне презентации существует противоречие. Скажем, там, где меценат пытается представить свою деятельность логически непротиворечивой, он имеет какой-то базовый продукт, какой-то начальный капитал, который пускает на нужды сообщества молодых художников и тем самым позволяет им продвинуться вверх, делая их деятельность более оплачиваемой, из чего получает свою скромную прибыль. Меценат, разумеется, также выписывает в духе басни о пчелах здесь и вмешивается механизм второго уровня презентации, который подсказывает, что сама речь этого самого мецената уже задержит массу лжи. И если бы этой лжи не было, если бы не было этих самых логических неувязок, то у нас не было бы ни малейшего шанса угадать на то, что деятельность мецената не имеет ничего общего с тем, что она не заявляет. Так вот, вот этот самый уровень, где становится возможным вычисление лжи, где становится возможным демонстрация того, что что-то в системе не клеится, вот это самое место, которое Лаканг позже называет местом незнания, как кажется, является в фрейдо-марксистском начинании радикально упущенным. То, что они делают, это хорошая презентация. Все социальные противоречия, все социальные несправедливости, вся ханжеская ложь возблачается здесь совершенно бесперестрастно. Но вот в тот самый момент, когда наступает время сделать решительный шаг, в ту самую секунду, когда наступает время признать и историю своего письма, истории воспроизводства тех же самых противоречий, Дорн и Хакэмер на это, видимо, оказываются неспособны. Это тоже есть причины. В частности, они не могут поступиться тем, что они все еще видят в роли освободительной миссии интеллектуала, например. Они не могут поступиться критической ролью. То есть они, по сути дела, не могут поступиться ролью, в которой их работа сама фигурировала как основание для дальнейшего интеллектуального воспроизводства. Вот именно здесь и появляется Дорн на своей характерной позе под зонтиком от солнца с бокалом в руке. Именно это в нем язвительная студенческая общественность зафиксировала. И поэтому сегодня мы на самом деле стоим перед целым рядом последствий, которые привнесла в интеллектуальную культуру Трансфургская школа. Именно поэтому ее необходимо изучать, именно поэтому она является важным этапом, потому что, по сути, стоит с этапом непреодоленным. То, что сегодня Маркуза или Кадорн, это относится меньше, тоже относится. То, что сегодня о них пишется довольно мало, то, что сегодня их аппарат задействуется так, как будто бы он им не принадлежит, то, что сегодня этот аппарат постарались отбелить, очистить, в частности, больше всего от Маркуза, всего сомнительной цивилизации Эроса, указывает на то, что здесь, в общем-то, действуют по старым нормам. То есть, всякий раз, когда вы, скажем, читаете статью, посвященную репрессивности, будь это статья Спивак или статья какой-нибудь молоденькой ученицы Спивак, которая заканчивает четвертый курс и пишет о репрессивности в свою курсовую работу, всякий раз вы будете наблюдать следы тех самых дискуссий, которые не получили в те 30-е годы разрешения. То есть, всякий раз, видя, как репрессивность выставляется в качестве последней стены реальности, а реальное, по сути, и Маркуза, опять-таки, как шут Теодора и Адорна говорит это напрямую, реальное, по сути, это и репрессии есть. Вот как только репрессия отождествляется с реальностью, а реальность с репрессивностью, возникает закорочение интеллектуальной дискуссии, и мы полностью оказываемся обездвижены. И чтобы это самое закорочение преодолеть, разумеется, нужны те средства, которые в распоряжении представляет Лакан, но не только Лакан, потому что и сам Лакан шагу бы не сделал, если бы он не был обязан в своей системе, скажем, хорошему чтению Киркегора, тому самому чтению, которое именно на различие между презентацией и репрезентацией и делает ставку. То есть, Киркегор замечает, что между этими уровнями есть различия, что здесь можно просунуть лезвие ножа, а это означает, что нету никакой целостной, репрессивной, структурированной подавляющей реальности, что само представление о том, что реальность такова, является следствием какой-то потери в дискуссии, потери интеллектуального напряжения. И если мы будем говорить об Эльцюсере, то я пытаюсь показать, каким образом он эту потерю интеллектуального напряжения пытается предотвратить, каким образом он пытается заткнуть дыры, там, где из них безудержу хлещат, как сказал Балакан, господствующее означающее, а этим означающим сегодня является репрессивность. То есть, заметьте, что сегодня именно в интеллектуальной сфере господствующим означающим, означающим, возле которого структурирована вся дискуссия, является не благо, не ценность, не свобода, с этим давно уже разделывались, а именно репрессивность. То есть, господствующее означающее стало критическим, оно критично настроено по отношению к благу, ценности, но от того, что оно так подозрительно, здесь не появляется принципиально нового продукта. Если интеллектуал больше не отстаивает ценности добра, либеральности, вспомоществования малым сим, а концентрироваться на борьбе с репрессией, и именно это является наиболее частотным, скажем, в статьях 70-х годов, то это означает то, что, опять-таки, не изменились условия сообщения, что на смену одному значащему просто пришло другое, что дискуссия воспроизводится по тем же правилам. И, если, опять-таки, будет возможность, я постараюсь показать, каким образом альтюсер эти правила пытался изменить и чего ему на этом пути удалось добиться. Вопросы? А почему он как-то альтюсера отдельно как-то из этих двух фигурсов? Ну, во-первых, он фигурит отдельной части исторической, он не принадлежит французской школе, можно сказать об этом, но и тот способ, которым он обошелся с Марксом, та новая теория всего, которую он на байсе марксизма воспроизвел, действительно ничем к литике репрессивности не обязана. Если мы будем говорить об альтюсере, нам придется задействовать понятие, скажем, социальных институтов, которые альтюсер тоже репрессивными не называет. И вот именно это стало шагом к преодолению той мрачной атмосферы, что сгустилось благодаря деятельности французской школы. Именно альтюсер, а также фуков в еще большей степени эту атмосферу осветили и разогнали тучи. Не то чтобы они примирили с субъектом существующей репрессивностью, но они показали, что продумывание репрессивности в качестве принципа реальности, в качестве единственного основания воспроизводства, было преждевременным. То есть можно сказать, что альтюсер еще как бы его теорией пользуется, да? Альтюсерам сегодня... Альтюсерам сегодня тоже не пользуются. То есть он тоже исторический? Ну опять же, как я сказал в начале, и Маркуз и альтюсерам не пользуются не потому, что в их построениях выявилась слабость. Ими не пользуются по другой причине. В частности, по той причине, что существующая слабость современных рассуждений во многом продолжает те же самые слабости. Это своего рода отсроченная самокритика. Для того, чтобы действительно продвинуться, нужно было как раз-таки основательно разобраться с учениями Маркуза и Адорна и альтюсера, показав, что если в них и наблюдаются изъяны, то эти изъяны неотделимы от того состояния ситуации, как, скажем, в Бабадью, в которой эти изъяны произошли. То есть эти изъяны хорошо указывают на это состояние. Что они носят не случайный характер, это не какие-то личные слабости или недостаточности интеллектуального аппарата. Что эти изъяны целиком подчинены условиям того самого воспроизводства, который они пытались изучать. Еще вопросы? Есть ли смысл тогда говорить о необходимости как-то вот с этими перекрещенными структурами бороться с революцией? И если это показали, если как будто Адорне показали эту слабость в самой этой позиции? Видите ли, дело в том, что сам дискурс о революции, на это сегодня уже указывают, это не какая-то шокирующая инновация. Сам дискурс о революции был развит в той же самой системе, в которой было развито общество, давшее почву для культуры, получившее сегодня название билдинга. То есть любая революция базируется на представлении об улучшении человека. И в этом смысле она, конечно, полностью подчинена той атмосфере, которая была создана, скажем, в немецко-гниверситетских кругах, эпохи, например, ну, хотя бы Гумбольда. То есть в то время, когда появилось ощущение, что существует путь к такому развитию, который полностью человеческое общество преобразует. То есть вместо того, чтобы спрашивать возможности революции, нам нужно основательно изучить саму историю мессианского чаяния, направленного к революции. Нужно изучить вопрос о том, почему мессианское чаяние, присущее субъекту, в определенный момент принимает именно революционную форму. То есть почему революция является ответом. И, разумеется, рассмотреть вопрос, который Маркузе был уже поставлен, и в этом отношении его книга довольно проницательна. Почему ни одна из революций не была удачной? То есть почему за всякой революцией идет контрреволюция? В каком-то степени, как сказал бы Дорида в своей концепции второго перед первым, контрреволюция даже опережает революцию. Контрреволюция так обращается к революции, как будто и заранее было известно, что она ничему не приведет. При том, что контрреволюция является причиной того, что она ничему не привела. Здесь возникает логический парадокс, который не позволяет рассматривать революцию в отдельности от контрреволюции. Контрреволюция ведет себя так, как ведут себя, скажем, по замечанию Лакана, структуры бессознательного. То есть контрреволюция действует так, как будто бы она заранее знала о провале, и при этом она не является его причиной, при том, что это не так. Но доказать обратно никому не удается. Контрреволюция – это своего рода не просто наказание субъекта за его свободолюбивое устремление, но это наказание самого формата, в котором была проведена революция, который помечается контрреволюцией как неправильной. И при этом, как замечает Жижек, у нас нет возможности узнать, было ли в революции что-то производительное или нет. Но если ситуация обстоит именно так, если контрреволюция занимает по отношению к революции более проницательную интеллектуальную позицию, в то же время более репрессивную, нужно таким образом продумать само это миссионическое обличение субъекта. Чтобы понять, почему оно приняло такие противоречивые формы, нужно рассмотреть, на чем это миссионическое обличение базируется, и не является ли его исток таким же противоречивым. Именно поэтому Дорида в последние годы постоянно занимается миссионическим влечением, и в работе, поясняющей недоразумения, связанные с призраками Маркса, он пытается показать, что без понимания миссионического влечения, без умения отличить миссионическое от проявления миссионизма, само мышление революции неполноценно. Революция не может быть выходом. А может быть выходом, так сказать, некое массовое смещение и оценка с параноидного, типа, и параноидного мышления, но мышление фигническое. Но, видите ли, когда мы говорим о смещении, мы тут же вводим то самое понятие, которое можно было бы карантиански назвать трансцендентальной рамкой мышления современного типа. Это понятие меры. Для того, чтобы субъект перешел в какое-то состояние, нужно принять меры. Как только мы говорим о принятии меры, то здесь тут же возникает во всей своей угрожающей мощи вся бюрократическая цивилизация. Кто будет себя меропринимать? На какой основе? То есть даже не в том дело, что совершенно очевидно, что любая бюрократия не приводит к нужному эффекту, а в том, чтобы продумать еще более изысканный вопрос о том, почему бюрократия все-таки сохраняет свои права на существование, почему ей удается все-таки присвоить себе толику прогрессивности. Почему бюрократия обладевает нами даже там, где мы, скажем, рассуждаем о революции. Мы говорим, нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы субъект сменился на другой субъект, или чтобы субъект сменил режим на более свободный. Но смена режима уже означает господство бюрократического типа мышления. Режим меняется на предприятие. То есть когда мы задаем эти вопросы, как раз-таки вся описанная, и верно описанная Адорна как камером, структура репрессивности сказывается в нашей речи. Но это означает не то, что нужно опустить руки и прекратить продумывание, а прежде всего то, что следует поставить вопрос, возможно, еще более широко, не замыкаясь на репрессивности всех эффектов давления, которых мы сегодня подвергаемся, попытаться помыслить саму репрессивность как действительно двусмысленную. Если бюрократия все еще уверена, что она несет частичку пользы и добра, и на этом настаивает, не зряя на то, что сегодня, пожалуй, нет бюрократа, который не ругал бы бюрократию. Это и есть особенность нашей эпохи. Все все прекрасно знают, но ничего не меняется. Жижик называет его цинической. Но если это так, то не стоит ли допустить только истины в самом этом положении, и попробовать продумать тот действительно двусмысленный исток того, что вызвало бюрократию к жизни. Пока этот исток двусмысленен, пока бюрократия питается как бы из двух источников, как она сама их трактует, она обидит себя дурной, она, скажем, считает, что чрезмерно разрослась, она готова с этим бороться. Известно, что с коррупцией борется бюрократ. Никому другому это больше не нужно. Но, с другой стороны, если бюрократия и вправду настаивает на каком-то подлинном основании для своей деятельности, это означает, что она, возможно, пусть неверна, но, тем не менее, более теоретически точно толкует ту самую изначальную двусмысленность, которая лежит в основании самой современности. То есть бюрократию нельзя просто устранить. Пока не будет задан вопрос о двусмысленном основании самой современности, будет сохраняться двусмысленность бюрократии. А стало быть, будет сохраняться и двусмысленность интеллектуала, который, опять-таки, по замечанию Адорна, сплошь и рядом обращается против завоеванных амбастионов. Известно, что интеллектуал, особенно в его университетском обличье, это давно уже не свободный критический мыслитель. С точки зрения психонометического взгляда на общество, что сейчас такое происходит, почему вот эта бешеная охота на видим там, где их вообще не было и нет? Ну, видите, если бы мы это опять-таки столковали маркузианским образом, мы бы должны были сказать о чувстве вины, которая побуждает саму же бюрократическую цивилизацию совершать поступки, не лезучая ни в какие ворота. То есть только паническое чувство вины может подобные меры к жизни вызвать, но если опять же подойти к этому чуть-чуть изысканнее, можно предположить, что данные меры принимаются на действительно вполне искренней основе, то есть их нельзя будет понять, с ними нельзя будет бороться. Ну, это не забавно, учитывая, что Булк сам является отрицательным персонажем. Я бы ответил так, наверное, вопреки тому, как это можно было бы столковать с точки зрения приматорепрессивности, вместо устражения режима происходит его ослабление. В какой-то степени это сентиментализация. Скажем, если общество начинает заниматься вопросами демонстрации здорового образа жизни, если начинают преследоваться какие-то нездоровые образцы, это по сути означает, что сама существующая власть с этими образцами больше не справляется. Это означает, что сама существующая власть боится в первую очередь для себя. То есть упал некоторый режим напряжения, исчерпаны некоторые силы, которые позволяли власти быть жестокой и жестокость поощрять. Известно, что в самом начале любая цивилизация, это было замечено уже Делюзом, мы об этом говорили в том году, держится поначалу именно потому, что она допускает в своих подданных те же самые проявления жестокости, что применяют и к ним. И вот именно эта ниша называется здоровым состоянием цивилизации, за этим-то следует Делюз Гватаре, показывая, что со временем происходит ослабление этих сил, цивилизация делается изнеженной, мягкой и репрессивность по отношению к недопустимому, к жестокости, бедофилии, насилию, связанной с тем, что государство и вправду этого не выносит. В нем нет уже того достаточного количества моральной стойкости, которая позволила бы ему, а только так моральную стойкость можно и понимать, все эти вещи выносить свободно. И как вам прогнозы такого? Оно, разумеется, будет выводить на стену все больше запретов, и это будет связано с ростом репрессивности, но эта репрессивность связана не с силой, а именно со слабостью. Здесь запрещают то, что сами не могут вынести. Возможно, с учебной правдой никак не прочесть Лолиту, этим все объясняется. Он после этого не может глядеть на своих дочерей и так далее. Так о чем дальше? С чем это все закончится, как вы считаете? Или не закончится, но какой стагмент? Пока, как однажды, довольно остроумно выразил... Будет ли этот комизм нарастающий? Как довольно остроумно выразился один приглашенный смольный современный историк, я забыл его фамилию, пока вдалеке видно только сужение. Но он рассматривал этот момент оптимистично, полагая, что всякое сужение создает... Он тратовал это довольно физически, что вызвало, по крайней мере, у меня подозрения. Всякое сужение в трубе создает рост давления, и стало быть напор, который... Непременно, что-то вылетает. Кто будет обрызган, предсказать невозможно. Продолжение следует...